Иногда за собственное здоровье приходится бороться с системой. В июне этого года из-за введения обязательного лицензирования перевозок в течение целого месяца пятерых пациентов Тейковской ЦРБ не доставляли на процедуру гемодиализа. Людям приходилось два раза в неделю добираться самостоятельно до Иваново и обратно. Ситуации заинтересовались в прокуратуре Тейковского района. В Тейковскую межрайонную прокуратуру поступило коллективное обращение лиц, получающих пожизненную заместительную почечную терапию методом гемодиализа. В ходе проверки установлено, что в нарушении требований законодательства об основах охраны здоровья граждан об Устейковской ЦРБ ненадлежащим образом организована доставка больных, получающих заместительную почечную терапию методом гемодиализа. В соответствующее лечебное учреждение и обратно. По словам главного врача больницы, перевозки пациентов в областной центр на гемодиализ организовано с 2014 года. До июня этого года перебоев не было. Вообще-то в постановлении правительства от 28 декабря 2018 года написано, что затраты на гемодиализ, на общественный транспорт возмещаются из областного бюджета. Но мы понимаем, что больные тяжелые, что им требуется эта помощь. Вот взяли на себя инициативу и возим этих больных. Всегда, как только можем, везем. Но бывают вот такие технические у нас неисправности. На самом деле есть еще распоряжение Департамента здравоохранения от 16.01.2015 года, номер 7, которое рекомендует осуществлять доставку больных на гемодиализ. Несмотря на то, что предусмотрена компенсация оплаты проезда, она никак не возмещает того, что люди с проблемами со здоровьем должны самостоятельно преодолевать такие расстояния. Да еще и соблюсти все бюрократические процедуры, чтобы после получить компенсацию. Это вот надо добраться в Кейкове от автовокзала до Ивановского автовокзала, с Ивановского автовокзала до областной больницы. И там еще пешком идти метров 500. То есть это вообще нереально очень. А после процедуры мы выходим никакие. У нас давление падает до 70, понимаете. Нас вообще бы не должны отпускать из областной больницы. Таким давлением. Ну а куда нам, что делать? Вот 70-80, полупьяные выходим. Как мы будем добираться вот обратно? Это вообще кошмарится. К слову, вернуть деньги тоже не так просто. Например, за июнь компенсацию еще никто не получил. Сейчас ждут деньги за апрель. С 1 августа перевозки возобновлены. Но лицензия на осуществление их пассажирской газелью больницей так и не получена. По словам пациентов, возят легковым транспортом. Вот дали нам лазик старейший, подниматься ногами, наверное, сантиметров 80 приступы. Надо с собой лесенку брать. Два раза в неделю возят, пока. Пока остается неразрешенным еще один вопрос. В соседних муниципалитетах людей, которым показана пожизненная заместительная почечная терапия, на процедуру возят три раза в неделю. В Тейкове только два. Неужели их здоровье менее важно? Ответа на этот вопрос люди пока не получили. 21 век, летаем в космос. А тут инвалиды первой группы. Ну вот кому не скажи, я не знаю, надо Путину говорить что ли. Уже прямой он. 21 век, инвалиды первой группы с клюшками. Пойдем мы на вокзалы. Ну где совесть? Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.